Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Овен, 21 марта-20 апреля. В этот день проявите заботу о голове и нервной системе. 21 марта. Весеннее равноденствие. Вербоносица. День весеннего равноденствия или весенний солнцеворот считался настоящим началом весны, наступлением тепла. Подмечали, что возвращаются в родные края жаворонки. Этот день был посвящен вербе. И это неспроста, так как считалось, что веточки изгоняют из дома тяжесть. Вообще в старину вербой христали тело для легкости. Когда болела голова, веточку вербы разминали, клали под платок на голову, и головная боль отступала. На вербоносицу старались наломать как можно больше веток вербы и развесить их в доме. Считалось, что это содействует чистоте в доме, целомудрую и красоте девиц. Здоровью всем членам семьи. В народе говорили, верба распустилась, знать весна, к лету снарядилась. Вербная веточка в дом счастье приносит. Кого вербы хлещут, у того тело будет легким. Сегодня вечером пекли пироги в виде птичек. Считалось, что это привлекает весну. Приметы. Сегодняшний солнечный день предвещает теплое лето. Если он холодный и пасмурный, лето таким же будет. Много воды год будет урожайным. Жаворонки прилетели рано, весна будет теплой. Образовался туман, возможно заморозки. По небу быстро плывут высокие облака к теплу. Считалось, что веточка вербы в стакане воды на столе выгоняет трудности и скорби и приносит счастье семье. При головной боли размалывали веточку вербы и прикладывали ее к голове. Сверху повязывали платок и это помогало. Сегодня нельзя начинать серьезные дела и строить планы на будущее. Они не удаются. Если сегодня увидишь человека, которого любишь, это к долгой и счастливой любви. Ввиду этого проводили время с дорогими и милому сердцу людьми. Например, с женой. Ты ее любишь, увидел и радуйся на все оставшееся время. 15-е лунные сутки Чем больше прирывное действие Луны на мировой океан, тем сильнее воздействие и на организм человека. Воздействие оказывается многопланово на тело, энергетику, эмоции. Так в эмоциональном плане, помимо желания человека, активизируются разного рода плотские наслаждения. И человек бессознательно тянет во что бы то ни стало удовлетворить их. В это время важно сохранять самоконтроль и самодисциплину. Иметь понятие, что это влияние приливного действия Луны, а не собственная потребность. Питание шире используйте плотную горячую пищу с вяжущим вкусом, из бобов, гороха. А жидкую, холодную пищу лучше избегайте. Ввиду повышенной циркуляции жидкости в организме, откажитесь от любых хирургических вмешательств. 16-е лунные сутки. Эти лунные сутки несут весьма благоприятную энергетику. Ее действия больше оказываются на душевное качество, чем на телесное. Рекомендуется погрузиться в эти ощущения и не делать ничего, что их стирает. Поэтому любые действия, вызывающие нарушение эмоционального спокойствия, крик, раздражение, грубое, вызывающее поведение, громкая музыка и другое, должны быть сегодня исключены. Из физических упражнений и нагрузки рекомендуется простые, спокойные, плавные движения, спокойная нагрузка. Пища должна быть вкусна, но без специй, которые волнуют энергетику и сознание. Теплые водные процедуры, прогревающие и расслабляющие, весьма показаны.